Ой, привет, друзья мои, это Егоров. Ролик будет о том, как два друга, Саша Текила и Даня Крапивников, стали Петрушкой и Фантиком. Фантик, блядь, ты Петрушка, нахуй, сидишь, рассказываешь. Фантик, блядь, ты Фантик, нахуй. Ты Петрушка, ебучая, блядь. Заткни рот свой, нахуй. Ну, начнем мы с высказывания Петрушки, которое он допустил во время пресс-конференции перед матчем на спорте и Тудроц. Не, это был самый скучный матч турнира, хотя вы говорили, что это будет шоу, это будет бешеный матч какой-то. Вот день прошел сегодня, хоть какая-то новость имеется. Что ж, видимо, Петрушке и семье Фантика нечего было обсудить, поэтому они начали с броуков. Одни говорили, что нас возили, а другой негодовал, почему же это броуки так мало вкидывали. Броуки, конечно, засали в лице Егорова и Райзена идти против аудитории Тудроца. Ну что ж, Петрушка, вот тебе ответы. Загибай пальцы. Первое. К сожалению, у нашего тренера Игоря Звездина заболела дочь. И мне с Райзеном пришлось выполнять функции главного тренера. Знаешь, какие функции у главного тренера? Это быть сосредоточенным, смотреть за игрой, делать замены, особенно в тех обстоятельствах, которые мы сами себя поставили. И если наша команда 90 минут сражалась, то меньше всего ей хотелось видеть двух тренеров-истериков. Мы тренерами были в этом матче. Второе. Удаление Макея было чистым, и он сам это признал. В остальных же решениях рефери был на нашей стороне. Если ты, Петрушка, такой Петрушка, что готов спорить с судьей, чтобы он поставил пенальти в твои ворота, хотя ты так не делал, то, в принципе, можешь этим заняться в ближайших матчах, особенно в плей-офф. Я посмотрю, как это у тебя получится. Ты любишь камеру и футбол? Да. В-третьих, у нас с райзеном были условные дисквалификации. Объяснить вам всем, как они работают. Работают они так. Если ты позволяешь себе какое-то неадекватное поведение, вызывающее поведение, то тебя дисквалифицируют не только на следующую игру, но и плюсом за тот условный матч, который ты уже получил до этого. То есть минимум две игры мы бы пропускали. И да, во время матча с Тодротс мы еще не знали, что означает условная дисквалификация в лиге, где играет на спорте. А не значит это условная дисквалификация абсолютно ничего. Ведь ты можешь вызывать оппонента на драку, можешь предложить ему сесть на бутылку, и тебе за это ничего не будет. За ебальником за своим следим. У меня не ебальник, у меня еще какой ебальник нахуй, да? Да, бля, хорошо. Да мы нарежем. Нарежем. Ну, как на бутылку сядь нам. Окей, с этого момента условных дисквалификаций для нас нет. КДК для нас тоже нет. Можете удалять, дисквалифицировать. Мы все равно будем стоять на бровке. Делайте, что хотите, в свою очередь. Делайте, повторю, что хотите. Если не работает это правило, окей. Пусть оно не работает абсолютно для всех. Конечно же, теперь мы будем вкидывать, зная, что дисквалификации не получим. Да, пожалуйста. Чем, Чем, давай, выходи. Пришел вам спасибо сказать и поклониться. Ну и четвертое. Про уныние после матча с Тодротс. Послушаем еще раз. Но я думаю, что этих объяснений Петрушке недостаточно, поэтому хочется сказать в четвертых. Что там было? Унылый матч с Тодротс? Не, это был самый скучный матч турнира. Хотя вы говорили, что это будет шоу, это будет бешеный матч какой-то. Вот день прошел сегодня, хоть какая-то новость имеется. Так вот, настоящее уныние – это ваше поведение во время матча с Броуком. Что вы там создали? Расскажите, пожалуйста. Слезно выпрашивали у суди красную карточку, и как лев кричали «Домой, домой!», радуясь, что вот-вот выиграете. Что вы еще сделали? Вы ломали тубочки? Вы разбрасывали деньги на поле? Может быть, вы как-то ярко болели, или выкладывали во время игры контент? Нет, ничего этого не было. Все за вас сделали, друзья мои, Броуки, в том числе и прекрасно понимая убыточность спора, согласившись на него. И поэтому ролик Броуков по итогам матча с вами посмотрит примерно 400 тысяч человек, потому что сейчас уже 320. А ваш? А ваш, как всегда. Так что можете петрушиться сколько угодно, а еще лучше смотрите наш ролик с Тудроц. Вы же начали вкидывать, абсолютно не зная, что мы в этот материал вставим. У нас грязевые, там, бля, зелень, да? Да! А, ну и еще об унылом говнище. Так вот, унылое говнище – это 50 минут из 60 вашего прямого эфира с Тудроц. Что-то Саша там вкинул такого на Тудроц-то. Кого-то там не испугался. Что интересного сказал? Что они не очень хорошо играли с Броуками, да? Или что у них много профиков. О-о-о, ну прям урыл. Или что-то обосрал Крапа в очередной раз, не тронув самих Тудроц. Да, навкидывал так навкидывал, просто гений. Так вот, Саша, если бы не пришел туда Крап в 50-й минуте, вся эта презентация суперматча была бы провалена. И похмелье Крапа, пришедшего вместе с Мбаппе, у которого эта баллонка чуть ли не на голое тело была надета, вот она и спасла этот великолепный перформанс, якобы. И, кстати, вот тему с Крапом как раз и нужно обсудить. Очень нужно обсудить. Ты фантик, ты фантик, ты фантик, ты фантик, нахуй, на поле, ты фантик, ты не мужик, нахуй. Ты мылся у меня дома, еб-то, за день, дом кал, блядь. И чего, а что ты за это говоришь? А что ты за это? Давай, давай, опа, что закипишь, что закипишь, пошел? А что базарим-то грязно? И вот Саша сразу начинает вкидывать на Крапа. Так, раз тут Крап приехал, как раз. Крап, что ты там ворвался-то? Что грязного-то? Что тебе не понравилось? Не, я все-таки повторяю еще раз. Если бы не похмельный Крап, это была бы мертвейшая присуха и был бы мертвейший разогрев. Я слышу, какой-то тухлый базар вообще от текилы. Это 60 минут, что-то я там сяду на банку, посмотрю, как семья справляется. Ты уверен в этом? Ну, так это и происходит в последних матчах. Брат, я Броуков отвозил рылом. Где ты их возил-то? Брат, ты смотрел матч вообще? Где ты их возил-то вообще? Ты смотрел матч, брат? И здесь мне даже с какой-то степени приятно, что Крап вкидывает на Броуков. Это в очередной раз доказывает, что он медиаперсона, а не футболист. Вообще все эти разговоры о том, что Крап профик, что он может заиграть совсем скоро в российской премьер-лиге, уже становятся смешными. Причем смешными они становятся давно. Просто если Турик, Пантера, Мотя, они в какой-то момент от Тудроц сепарировались, отделились и занялись действительно профессиональной карьерой. Они работают, они постоянно в футболе, они калывают. То Крап как раз остался членом медийного проекта Тудроц. Крап остался именно медийным футболистом, который тусуется, который бегает с этой собачкой, который начинает уже с течением времени ипотировать, который переходит из задовой медийного клуба в другой, который и не пытается стать профиком. Ну не пытается. Так что вообще закончим эти разговоры о том, что он профессиональный футболист. И этот его вкид о том, что он возил Броуков, хотя он никого не возит, хотя он вообще уже давно не играет в основе даже Тудроц, клуба, где он должен был бы стать лидером, еще раз показывает, что этот человек уже не в футболе, он вбрасыватель, вбрасыватель. И это у него получается все лучше и лучше. И сейчас мы увидим, как у него это получается, потому что текила реально начинает подгорать. Брат, сними очки, что, солнце слепит, что я не понимаю? Ну. Да, ты пришел в очках, брат. Так. Посмотри на глаза. Так что, ну ты ворвался, говоришь. Брат, я ворвался, я знаю, что я вас отъебу, блядь. Я уверен в этом. И здесь на 100% ясно, что краб понятия не имеет, как он будет обыгрывать там Далему, Апоку и остальных пацанов. А Алекса вообще не имеет ни малейшего понятия. Он пришел вбросить, пришел сделать так, чтобы текила стал петрушкой. Честно, вот я был в команде, я знаю, как вы относитесь к африканцам. Как вы к ним относитесь, я видел. И я был в африканской команде в Висте, в Геленджике, как к ним относились там. И я увидел, увидел. Нет, давай не будь голосом, скажи, как мы относимся к ним. Что конкретно скажи. Конкретно на тренировках, как вы грубо к ним относитесь. То, что вы не с чистым сердцем к ним. Не знаю, делает ли краб это специально, но у него получается идеальная зеркалка. То есть все те претензии, абсолютно вымышленные, выдуманные, которые текилой на спорте бросали на других пацанов из комьюнити, называя их расистами. А это очень громкое обвинение. Они сейчас зеркалят и возвращаются Александру. И здесь очень важно посмотреть на его реакцию. То есть как раньше люди реагировали на претензии на спорте, странные. Также Александр сейчас начинает реагировать на претензии краба. Это прям вот заживое задеть. Ты что, офигел, что ли? Ты вбрасываешь вообще полную херню. Нет, я видел это. Ты полную херню вбрасываешь. Ты расскажи, какие конкретно аргументы. Скажи хоть одну ситуацию. Я видел, как ты к ним относишься. Как я отношусь к ним. Все, Саша выходит из образа. Он хоть и в очках, но у него серьезное лицо. И серьезное же лицо у Вигинга. Скажи хоть одну ситуацию. Я видел, как ты к ним относишься. Как я отношусь к ним. Оправдываться начинает даже Славон, который вдруг вспоминает, что он там прикалывался, будто темнокожие футболисты на спорте. Они как танцоры гоу-гоу. Что это на самом деле шутка. Что это не обидно. Да, не обидно. Но все равно начинается мыслительный процесс. Начинается отторжение. Как это? Мы не расисты. Ты что, краб, такой огородишь? Что выгородили до этого? Ну смотри, Дань, они там делают пресс. Я говорю, о, наши гоу-гоу подъехали. Ну это же с улыбкой. Я ничего плохого не имею в виду. Нет, само отношение просто к ним я видел. Викинг и Текила, я видел, как они относятся к ним. И зацените, какие комичные доводы Текила говорит. Я купил им перчатки. Я вообще не расист. Он начинает отмазываться. На прошлой неделе я купил перчатки. Две недели назад я купил перчатки. Это не важно, брат. На прошлой неделе я купил перчатки. Бутсы о поку. С Алексом я индивидуально тренируюсь. Амаду вообще просто красавчик. Мы его обожаем. Что ж, я не поленился и нашел момент с перчатками. Смотрите. Хэ, ну привет. Как дела? Нормально, ты как? Отлично. Готов? Всегда готов, брат. Перчатки купил? Да, конечно. С собой? Да. Какая смешная вопрос. Да, с собой. Ну, хорош, блин. Ну, ладно. Давай. Надеюсь, это помогут они сегодня. Вопрос друг, блин. Перчатки зимние, вратарские. Не, не знаю. Он попросил ему помочь с перчатками. Я ему помог, блядь. Пусть теперь попробует только все пропустить, сука. Да, тогда он должен еще и забить. Тогда надо было еще и бутсы им покупать. Бутсы вроде есть. Разные, но есть. Ну, ладно. Выглядит как, эй, я тебе купил перчатки. Поеду дальше на своем автомобиле. А ты иди пышкодралом дальше на стадион. А мы обсудим, что ты теперь мне должен за эти перчатки сделать. Поклониться вот так, забить. Пусть только попробуешь. Не забить там, не отдать, не поймать. Трагедия. Перчатки зимние, вратарские. Но Краб не успокаивается и продолжает придерживаться тактики Текила. То есть в лоб рубит. Без доводов, без доказательств. Просто рубит какую-то хрень. Видел, как вы относитесь к фрикансам? Это никто не видел. Можно чуть-чуть перебить? Сань, Сань, дай паузу. У нас тренер на связи. Давайте у нас на связи с СОС сейчас, на громкой связи. Включи, пожалуйста, громкой связи. Поднеси к микрофону. И причем на спорте прекрасно знают, что скажут такие моменты Сослан. Сослан всегда говорит примерно одно и то же. То есть когда его ловишь в такой момент, там обычно много мата, немножко наметков, угроз. И все прекрасно знают, что минут 10 Сослан остынет и будет самым добрым человеком на земле. Ну, скорее всего, в таких ситуациях. Но в эту секунду на спорте сами подставляют Сослана, чтобы еще раз люди послушали, как он будет материться, унижать, оскорблять. И чтобы Сослану опять градом сыпались сообщения с унижениями. И опять же, это благодаря крапу. Честно, мы тут на лайте говорили. Крапт выслушал все это и все равно долбит, долбит, долбит в эту тему. Так же долго долбит, как на спорте. И, ну, нечем, нечем крыть даже это все. То есть для чего это? Крапт, 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 крапт. Я ближе всех общался с ними. Никто с ними не общался. Я видел это в команде, когда был. Самодус, Далимой, со всеми. Я с самого основания на спорте. Я был в команде и с ними дружу, и они меня уважают. А вы к ним относитесь хуёво. Я уверен в этом. И тут, наконец, когда доводов не остаётся, когда степень безумия достигает пика, начинается катарсис. Когда из дух противоборствующих сторон лезет их естество. Ты когда-то пришёл перед командой, Ты фантик, блядь, ты не мужик, блядь. Ты мылся у меня дома, блядь, за день, блядь. И чего? А чё ты за это говоришь? А чё ты за это? Я к тебе как другу относился, блядь. Я тоже когда-то относился к тебе как другу, блядь. А чё ты сейчас, блядь, блядь, ты фантик, блядь. Ты базаришь грязно, петрушка, блядь. Да, именно так два друга Саша Текила и Даня Крапивников стали Петрушкой и Фантиком. Причем надолго. Вот, в общем-то, и весь дискурс. Чего они хотят там предъявить броукам, я вообще не понимаю. Видел, там Петрушка написывает в комментарии, что мы очень часто показываем тему драки Бухара с Серегой Шириновым. Ребята, это вам не фантик с Петрушкой с выдуманным каким-то говном про расизм-нерасизм, которого на самом деле здесь и близко нет. Ну, замолчи нам, ну, ебаный врод, ну, чё ты? Фантик, бля, ты фантик, ты не крыска даже, бля, у крысы есть душа, бля, ты фантик. Ребята, мы не придумываем темы. Это реальный, действительно, конфликт. Это конфликт поколений в том числе. Поколение Сереги Ширинов, которое жило по одним правилам. Поколение Бухара, которое живет по другим правилам. Это большая проблема для коллектива. И нам нужно каждому объяснить, что ни в коем случае нельзя распускать руки. Нам нужно каждому объяснить, что нет причины для драки даже в таких ситуациях. Мы должны каждому объяснить, что вы должны быть миролюбивы по отношению к друг другу. Просто пришел сюда бухой, блядь. Просто так начал, блядь, вливать, блядь, без аргументов, без всего. Я видел, как они относятся, ёпта. А что предлагают при этом на спорте? На спорте, который на пресс-конференцию приводят фаната, который избил малетних мальчишек. Хотя те, возможно, что-то вкидывали. И говорят, ну, в принципе, наверное, так правильно поступают. Типы, которые веселые, всегда байп добавляют. Ты ничего не показал на этой лиге. Ничего. Кого ты возил, блядь? Кого ты возил, блядь? И мы будем разбирать реальные проблемы. Мы будем копаться в них, естественно, в этих конфликтах. Мы будем искать способы для разрешения. Мы будем искать объяснения, почему это случилось или то. А не будем скатываться в идиотичные обзывания, достойные десятилетних мальчиках в детском садике. Петрушки и Фантика. При том, что Фантик здесь, в этой ситуации, намного умнее. Это был Егоров. Пока.